В 697 день войны Украина нанесла удары по нескольким российским регионам беспилотными летательными аппаратами. Один из самых успешных ударов пришелся на Ленинградскую область по терминалу Новотека, где в результате двух взрывов случился большой пожар. Спутниковые снимки позволили подтвердить уничтожение российского сторожевого корабля в Крыму. На опубликованных снимках видно, что действительно он выведен из строя. Произошло это еще, судя по всему, в конце декабря. Подробности через несколько минут. На линии фронта Россия вновь предпринимает атаки, идя вперед в Авдеевке и на Купинском направлении. Украина же выстраивает гигантскую систему обороны, гигантские линии обороны. В связи с этим западные аналитики предполагают, что война продлится еще минимум два года. Но параллельно с этим появляется и странная публикация NBC, в которой говорится, что некоторые чиновники Соединенных Штатов при обсуждении угроз, которые есть прямо здесь сейчас и почему надо выделить срочно Украине деньги, сказали, что без западной помощи, без американской помощи Украина может пасть в течение нескольких недель. Откуда появилось это странное предположение, обсудим тоже в сегодняшней несводке. Также жены мобилизованных провели свою очередную акцию в Москве и в других городах России, а также пришли в штаб Владимира Путина, где задали вопросы касательно того, когда Владимир Путин собирается возвращать их мужей. На что в ответ им предложили помолиться. На этом, собственно, штабисты Путина и ограничились. Ну а в российской армии продолжаются, так сказать, убийства, не связанные непосредственно с боевыми действиями на линии фронта. Бывшие зэки убили сослуживцев. Сделали они это, судя по всему, по пьяни или в алкогольном угаре. Обо всем этом и о многом другом в сегодняшней несводке. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Все это помогает продвигать видео, ну и комментарии я ваши читаю с удовольствием. А также поддерживайте канал на Патреоне, ссылка будет в описании. Собственно, стрим сегодня вряд ли пройдет, прошу за это прощения, не очень успеваю. Но в ближайшее время мы попробуем его все-таки с вами сделать. Стрим для патронов обязательно в какой-то момент состоится. Ну а теперь давайте переходить к несводке. Беспилотники атаковали несколько российских регионов. А самый мощный и масштабный взрыв случился в Ленобласти. Там загорелся терминал компании Новотек, газохранилище в порту Уст-Луга. Пострадавших нет, по крайней мере сейчас сообщается об этом. Перед пожаром в регионе заметили беспилотники. Они летели к Петербургу, но затем развернулись и направились в сторону терминала. На погрузке в это время было 8 судов из разных стран. Их состояние неизвестно. Есть кадры из пожара. При этом местные власти пока никаким образом не комментируют возможность того, что это были именно беспилотники. Не комментирует это и Министерство обороны Российской Федерации. При этом они отмечают, что дроны прилетали ночью в Орел, Смоленскую область и на территорию завода Щегловский вал в Туле, где собирают зенитно-ракетные комплексы «Панцирь». Сообщалось о работе ПВО в Клинцах Брянской области. Собственно, в порту Усть-Луганской Ленинградской области, то, с чего мы начали, там сообщалось о двух взрывах. Там горит угольный терминал компании Новотек. Собственно, если мы говорим про дальность, то с территории Украины до Усть-Луга минимум 850 километров. С предприятия эвакуировали около 150 человек. И здесь надо отметить, что я буквально в четверг вам сказал, что очень скоро будет снова прилет либо по Питеру, либо рядом с ним, потому что, собственно, система запуска беспилотников из Украины стала понятна еще минувшим летом. Ну, помните, вот когда все смеялись над прилетами по Москва-Сити и говорили, что это показуха и ни на что не влияет? Я еще тогда вам говорил, что это в том числе аэроразведка маршрутов подлета для того, чтобы понять, куда потом можно нанести существенный удар по российской инфраструктуре или военным объектам. Собственно, это случилось и летом потом, да, то есть были уже масштабные налеты беспилотников, судя по всему, по разведанным аэрокоридорам, когда российское ПВО было скоплено в других местах для того, чтобы отражать единичные атаки. Это же мы видим и сейчас, и увидим в дальнейшем. То есть новый прилет вот в тот район, да, в Ленинградскую область мы видим. 850 километров, которые преодолели беспилотники, это впечатляющая история. Мне справедливо написали под предыдущей сводкой, что, Майкл, а почему вот раньше как бы мы обсуждали еще версию, что эти беспилотники могут запускаться с российской территории? Почему мы как бы перестали об этом говорить? Ну, во-первых, потому что за эту войну мы увидели, что действительно существуют беспилотники-камикадзе, которые могут нести на себе довольно большой заряд, и при этом лететь довольно долго, ну, то есть скорее лететь довольно длинно. Значит, то есть мы увидели этому подтверждение, то есть те тактико-технические характеристики, которые были на бумаге, мы увидели подтверждение того, что они реально могут проделать такой большой путь. Это раз. Второе, системность того, что это происходит, то есть довольно проблематично представить, что регулярно с территории России запускаются беспилотники, начиненные взрывчаткой, и летят плюс-минус по одним и тем же направлениям, и при этом никто их не засекает, никто их не видит, никто не видит, откуда они запускаются, никто их не присекает. Конечно, российские спецслужбы – это стыд и позор, которые в основном вяжут стариков, значит, которые, не знаю, военкомат подожгли, но, тем не менее, все-таки не настолько, чтобы вот пропустить постоянный запуск, систематический запуск дронов с территории России, тем не менее, эту версию, конечно, тоже можно все еще оставить, но если мы говорим про мое восприятие и весы тех или иных версий, конечно, больше это все похоже на то, что запускается это с территории Украины, просто довольно серьезное уже производство беспилотников на том уровне, когда они могут пролетать такое расстояние. В любом случае, ждем дополнительной информации про Тулу, где вот как раз собираются нитно-ракетные комплексы «Панцирь». Судя по всему, действительно, в этот завод прилетело, пока мы не видим фотографии, видеозаписи пожаров или еще чего-нибудь такого, при этом местные власти говорят, что как бы отработали ПВО и все такое, но они всегда это говорят. Собственно, история про Орловскую, Тульскую, Брянскую, Смоленскую области, причем Смоленскую, подчеркивается, атаковали дважды, там аэропорт, насколько я помню, есть с боевыми самолетами, это все информация, которую подтверждает Министерство обороны России, то есть они подтверждают, что атаки были, они, естественно, пишут, что все сбито, все везде ПВО отработало, но мы знаем, что специфику сообщения о работе ПВО, она не всегда, а может быть, даже и редко, собственно, соответствует действительности. Но что интересно, про Ленинградскую область ни слова не сказали. В общем, эти атаки будут продолжаться, если вы находитесь в каком-либо городе, неважно в каком, у вас там есть инфраструктурные объекты, объекты, связанные с топливом, объекты, связанные со всеми расходниками, связанными с войной, объекты, связанные с военным производством, непосредственно военные базы, то держитесь от них подальше, потому что атаки как были, так и будут далее. Собственно, нанесение атак и разрушение российской инфраструктуры, российской логистики, это один из важных механизмов для Украины снижения потенциала, боевого потенциала российской стороны. Учитывая, что Украина в ближайшее время будет в обороне, я бы ожидал наращивания количества этих ударов как по территории Крыма, так и по территории России. Собственно, этих ударов будет становиться больше, они будут становиться все более эффективными, потому что у России есть большие проблемы, судя по всему, с насыщением ПВО собственных городов. И если с линии фронта России еще как-то пытаются это компенсировать, то, соответственно, уже, если мы говорим про тыл, то там со системой ПВО, судя по всему, прям не очень хорошо, и, скорее всего, эта проблема будет только расширяться. В любом случае, имейте это в виду, берегите свою жизнь, не надо вам погибать под завалами какого-нибудь завода. Ну, а если вы сотрудник предприятий оборонки, то, во-первых, знайте, что вы полноценный участник этой войны, а, во-вторых, имейте в виду, что, опять же, вашей жизни угрожает опасность, поэтому, может быть, ну его это предприятие, тем более я видел зарплату на этих предприятиях, не нахожусь в коммуникации с некоторыми людьми с такого рода предприятий. Зачем вы там остаетесь? Я не понимаю. Ну, то есть, правда, платят вам мало, значит, вы легко можете найти, особенно с учетом нынешнего дефицита кадров в России, легко можете найти более высокооплачиваемую работу. Значит, то, что вы делаете, вы делаете во вред вообще в целом человеческим представлениям и нормам морали, да, то есть вы помогаете производить снаряды или комплектующие для того, чтобы убивали украинцев. Зачем вам это надо, мне непонятно. Есть, конечно, такие полусаботажники, да, но, опять же, это довольно редкое явление, поэтому мне кажется, что сейчас совокупность всех факторов намекает вам, что пора бы как-то с этим заканчивать. Есть экономические резоны для этого, есть возможности для того, чтобы, ну, найти другую работу, есть моральные всевозможные обязательства. Ну, если вы два года помогаете производить оружие для фашистской оккупационной армии, то, наверное, как бы у вас и нет больших проблем с моралью. Но, если вы ждали знак, то вот он. И последнее, это угроза вашей личной безопасности, шкурный интерес, поэтому хотя бы из этих соображений вам стоит с этим завязать. Также появилась еще одна информация о дронах, но уже другого толка о дронах морских. В сети появились снимки затонувшего российского стражевого корабля в аннексированном Крыму. Ранее крымские партизаны из движения АТЭШ сообщали о его затоплении. Спутниковые снимки стражевого корабля проекта 205П «Тарантул», датируемые 28 декабря и 31 декабря 2023 года, опубликовало разведывательное сообщество «Информ-Напау». По данным волонтеров, атака ВСУ на корабль вероятно произошла 29 или 30 декабря. 29 декабря местные жители сообщали о звуках взрывов. 30 декабря назначенные Россией власти заявили, что вооруженные силы России отразили атаку надводного дрона в районе Севастопольской бухты. 18 января военное движение украинских и крымских татар АТЭШ сообщило, что корабль находился на пристани бухты Графская в Севастополе. Вероятно, был подтоплен в ходе атаки морскими дронами несколько недель назад. После этой ранее неизвестной атаки можно сделать вывод, что кампания ударов Украины по Крыму оказалась более успешной, чем была известна из открытых источников. По крайней мере, к такому выводу приходят аналитики из Института изучения войны. А я, в свою очередь, вновь добавляю, что каждый раз, когда вы видите вот эти вот заголовки типа «С власти Крыма», ну вот эти оккупационные, значит, сообщили об отбитии очередной атаки морского дрона, летящей ракеты, сказали, что все упало в поле, что ничего не задето, знаете, что за каждым из таких сообщений может быть как минимум поврежденный, а как максимум уничтоженный корабль. И что на самом деле у нас нет понимания, полного понимания о масштабах успехов ВСУ в их ударах по Крыму, как с применением надводных беспилотников, так и с применением ракет. Но, правда, в ближайшее время, я думаю, у нас будет несколько ярких масштабных атак, которые скрыть российской власти не удастся и скрывать, вот как в этом случае, собственно, почти там, я не знаю, три недели не получится тоже. Ну а теперь давайте переходить к линии фронта. Здесь хороших новостей гораздо меньше, а то и нет вовсе. Собственно, что сейчас глобально происходит на линии фронта? Украина, перешедшая в оборону, пытается отбивать российские атаки. В чем большая проблема для Украины, в чем возможности для России? Значит, для Украины сейчас большая проблема заключается в пересечении негативных факторов. Первый, про который вы наверняка все знаете, это, собственно, промедление с американской, с западной в целом, с европейской помощью Украине. Да, мы знаем, что вот этот проект на 50 миллиардов долларов на 4 года страны Евросоюза пока до сих пор не принят. Ему помешал Орбан, который наложил вето. Пишут, что скоро это все будет преодолено, и вот в феврале уже все решится. Но, опять же, история в том, что уже два месяца Украина находится в подвешенном состоянии. И, как я и говорил, это влияет на ее возможности. Влияет не напрямую, не в том смысле, что Украины прямо сейчас закончились снаряды, а влияет в том, что Украина не понимает, на что она может рассчитывать и на что она не может рассчитывать. Поэтому экономят и боеприпасы, и другие свои военные возможности. То же самое с Америкой. Собственно, история заключается в том, что уже три почти месяца Америка все никак не может согласовать помощь Украине. Препятствием стали республиканцы. Изначально были трамписты, а потом к ним примкнули остальные республиканцы, выбрав довольно одиозного, полезного для Путина и идиота Джонсона. И, собственно, таким образом Украина не может планировать свои дальнейшие шаги. Из-за этого вынуждены сильно сокращать расходы, в том числе, боеприпасов. Причем где-то за месяц или два до начала всех этих проблем с выделением средств, интересно было, что приходила информация, что Украина и Россия почти выровнялись по количеству применяемых боеприпасов. К сожалению, сейчас разница в пять, а то и в шесть раз. То есть в шесть раз, в пять, в шесть раз Россия больше выстреливает боеприпасов, чем Украина, а на некоторых направлениях в десять раз. И это, конечно, большая и гигантская, я бы даже сказал, проблема, потому что война на истощение – это война ресурсов. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – это проволочки с новыми правилами мобилизации. Как вы знаете, они обсуждаются в Раде, там вносился законопроект, потом он правился, большая дискуссия в украинском обществе. Мне кажется, здесь сложно кого-либо в чем-либо обвинять, потому что действительно, во-первых, война идет уже два года, во-вторых, собственно, естественно, украинские граждане хотят сделать так, чтобы максимально мобилизация не нанесла больше урона, чем пользы. Есть проблемы и с количеством вообще военных, и с качеством этих военных, потому что, опять же, война идет два года, война оборонительная, война тяжелая, война с большими потерями. Да, у России эти потери больше, но, во-первых, населения у России больше, а во-вторых, собственно, у России есть возможность просто закидывать людей деньгами и, собственно, уничтожать неугодных, буквально уничтожать, сажать, запугивать. Украина этого не делает, более того, когда вот есть даже факторы давления на украинских исследователей коррупции, это как минимум расследуется. Но, опять же, я не разбираюсь в украинской политике, поэтому туда лечь не буду, наверняка мне расскажут, что и там несогласных ждет что-нибудь неприятное и прочее, и прочее. Не суть важна. Важность заключается в том, что отсутствие возможности сейчас масштабного пополнения как людской силы, то есть живой силы, так и ресурсами, оно в итоге приводит к тому, что на фронте складывается тяжелая ситуация. Несмотря на то, что российское наступление за три месяца с гигантским расходом живой силы и военной техники, потеряно больше 500 единиц военной техники, потеряно больше 10, ну, потери России составляют больше 10 тысяч человек, причем там уже, наверное, за 20, если мы говорим про потери убитыми и ранеными, но давно не видел никаких расчетов, надо глянуть, но вот по тем кадрам, которые я в ежедневном режиме вижу, потери действительно большие. Несмотря на то, что за три месяца России не получилось с этим взять каких-нибудь, ну, серьезные какие-то территориальные завоевания, уж тем более взять всю Авдеевку, например, несмотря на это Россия не оставляет попыток. Не оставляет попыток по той причине, что потери для России на данном этапе не так важны, потому что это решение политическое до выборов Владимира Путина должно быть обеспечено некое превосходство, некоторое преимущество, которое Владимир Путин сможет предъявлять как минимум провоенной общественности. Разрушенную Маринку предъявить почти невозможно, потому что все, кто войной интересуется, понимают, что там ничего не осталось, во-первых, а во-вторых, и так, типа, еще год назад они захватили, типа, 70% Маринки, вот они год-год, значит, продвинулись на полтора километра, при этом имея огневое преимущество, численное преимущество на том направлении. Ну, то есть, короче, не записать это в победу большую, поэтому Путину нужна какая-нибудь еще победа, вот они пытаются там село Веселое, в котором жили 120 человек, до полномасштабного вторжения предъявить какую-то победу, ну, мы помним еще в прошлом году, как это были село Пески, например, которое тоже активно, там вообще, по-моему, 4 человека жило, но не так важно. Важно то, что Россия будет двигаться вперед, несмотря на потери, пытаться, по крайней мере, двигаться, и вот эта неделя была знаменована тем, что в России есть продвижение, причем продвижение не глобально-стратегического характера, то есть не караул-караул, но продвижение, которое в будущем могут привести к тактическим успехам. В этом контексте, в том числе, украинские аналитики бьют тревогу и говорят, что очень тяжелая ситуация складывается на Авдейском направлении, складывается тревожная ситуация на Купинском направлении, опять же, российские силы идут вперед, захватывают некоторые позиции, но вот сегодня, например, одна из самых таких ярких историй, это, ну, это пока не подтверждено, но возможность того, что Россия захватила царскую охоту в Авдеевке, это такой был довольно важный опорник, вот, и в этом контексте, конечно, эта неделя прошла под знаком таких проблем на линии фронта, опять же, прорыва украинской обороны пока нет ни по одному из направлений, но ситуация, которая складывается, складывается довольно тревожным образом, и во многом, еще раз подчеркну это, это связано как раз с промедлением Запада, и будем надеяться, что в обозримом будущем это промедление, ну, это промедление уже не может быть устранено, да, оно уже случилось, а украинские защитники уже потеряли немалое количество людей из-за того, что трамписты и республиканцы пытаются заблокировать помощь Украине, исходя из собственных интересов, занимаясь политическим шантажом, и Орбан, который также является шантажистом, и фактически путинским таким атташе в Европе, он тоже, исходя из своих соображений, блокирует помощь Украине, будем надеяться, это все будет преодолено в ближайшее время, чтобы еще большие проблемы не появились Украины на линии фронта, потому что базово, если бы проволочек не было, да, если бы Украина воевала на максимум своих возможностей сейчас, то, ну, продвижения России были бы еще меньше, они и так небольшие за три месяца, но стали бы еще меньше, и, возможно, мы бы увидели совершенно иную картину, к сожалению, имеем, что имеем. В целом, характер войны, позиционный характер войны сейчас вынуждает Украину становиться в оборону, почему-то я все еще вижу какие-то рассуждения про то, надо ли Украине становиться в оборону или нет, при том, что Украина в обороне уже полтора месяца, вот, и как бы это для всех очевидно, укрепления строятся и прочее, поэтому я этих разговоров не понимаю. В принципе, 2024 год, по крайней мере, его первая половина там до какого-нибудь летнего периода, это будет время, когда Украина будет обороняться и наращивать ресурсы. Украина сейчас несколько задач. Первое – это выстроить серьезную линию обороны, за которую Россия не сможет прорваться. Второе – это во время выстраивания этой линии, да, это нарастить собственное оборонное производство для того, чтобы меньше зависеть от решений, принимаемых на Западе. Да, и третье – это накопить необходимые резервы для того, чтобы осуществлять новые войсковые операции для, соответственно, деоккупации собственных территорий и, возможно, для захода в Крым. То есть, 2024 год – это год, который, собственно, нужен украинской армии для доведения себя до состояния преимущества над российской стороной. Это возможно, если, опять же, Запад будет исполнять свои обязательства и, наоборот, их нарастит. Если у Украины появится F-16, если у Украины появится больше дальнобойных снарядов, ей будет передано больше АТК МС, и будут переданы ракеты Таурус, будут построены заводы, которые смогут производить артиллерийские снаряды, будет наращено производство дронов, наращено, то к 2025 году Украина как раз может достигнуть той точки, в которой она сможет победить Россию на поле боя. Наверное, отдельно с вами об этом поговорим, потому что, на самом деле, единственное видео, которое вам нужно на этот счет, вообще любой вопрос про то, как и когда закончится война, должен сводиться к тому единственному видео, где я описываю модель, разработанную Блумбергом, собственно, изданием Блумберг, где они четко расписали, при каких условиях, сколько и как будет идти война. Вот. И как бы ничего не изменилось за полтора года, да, то есть есть необходимые вещи, которые должна сделать та иная страна для того, чтобы одержать победу. В отсутствии этих решений, собственно, война будет продолжаться в позиционном характере и может идти бесконечно, практически бесконечно. К сожалению, с большими гигантскими потерями. Но, в любом случае, вот, Телеграф выпустил большую публикацию про то, как Украина наращивает собственную оборону. Они отмечают, что укрепления напоминают линию Суровикина. Ну, в целом, я почитал описание того, что они такие, типа, что похоже на линию Суровикина, довольно забавно, потому что, в целом, это напоминает любую линию обороны, большую линию обороны, которая должна противостоять вот тому объему и масштабу техники, используемую Россию. То есть, что это? Это трехуровневая система траншей, танковые ловушки, опорные пункты и минирование больших участков. То есть, это база. Но при этом визуально могут напоминать как раз линию Суровикина, те самые звуки дракона, да, о которых много говорили. Собственно, Руслан Левиев еще, когда обсуждали мы постройку линии Суровикина, говорил одну важную вещь, что линии можно построить какие угодно. Они сами по себе не являются, значит, большим препятствием или какой-то большой победой. Важно, кто стоит на этих линиях, важно, кто стоит в этих траншеях, важно, кто осуществляет деятельность. Ну, например, во время украинского наступления, что было с минами? Мины страшны не сами по себе. Есть в современном мине разминировающая техника, которая довольно успешно применяется. Причем как с российской стороны, так и с украинской стороны. Вопрос не в том. Вопрос, кто стоит за минами? У России за минами были вертолеты, которые запускали собственно по технике украинской ракеты, были птуристы и птуры, и были, значит, ну, соответственно, были средства подавления, которые как раз доезжающих до мин, доезжающих до мин, собственно, представителей техники Украины просто уничтожили. Вот, то есть задача в том, чтобы останавливать движение и, соответственно, уничтожать технику. Если у вас просто стоят мины, то это само по себе работать не будет. В любом случае, значит, сейчас Украина активно занимается постройкой укреплений, пишет Телеграф. Одна из главных линий укреплений сейчас проходит в 10 километрах от Авдеевки, отмечают они. Самая мощная линия обороны написана в публикации, а вокруг Чернигово, чтобы сделать невозможным новое наступление на столицу Украины. Собственно, как я уже сказал, выстраивание такой линии обороны должно дать Украине возможности и силы для того, чтобы пересобраться, для того, чтобы нарастить резервы, для того, чтобы начать производить оружие на территории собственной страны и получить новые виды вооружения от Запада. Особенно актуально это в контексте того, что, собственно, Запад находится сейчас в таком состоянии, когда есть проволочки, мешающие выделению помощи. Собственно, в связи с этими долгоиграющими планами Киева представители американской и западных разведок выросли мнение, что война в Украине продлится еще как минимум два года. Как сообщают источники CNN, некоторые американские и западные чиновники полагают, что боевые действия могут продолжаться еще пять лет. По этой причине Белый дом хочет добиться выделения финансирования на помощь Украине до того, как истекут полномочия Джозефа Байдена. В администрации США руководстве НАТО Киви есть понимание, что в случае победы Дональда Трампа поддержка Украины будет сокращена, отмечает CNN. По мнению американского чиновника, предполагается, что в 2024 году Украина будет работать над укреплением своей оборонной промышленности и восстановлением вооруженных сил в ожидании усиления боевых действий в следующем году. Американский военный чиновник, который находится в Европе, считает, что через два года Украина предпримет попытку второго крупного наступления, чтобы выбить российские войска из Мелитополя в Запорожской области. По информации CNN, американские и западные разведки не считают, что какая-либо из сторон добьется значительных успехов в нынешнем году. Собственно, здесь что важно отметить. Первое, что Трамп это не столько история про то, что не будет поддержки вообще. Проблема у Трампа в непредсказуемости. Ну, то есть он может совершенно хаотично раздавать обещания, отменять обещания, отменять обязательства, выйти из НАТО, наоборот усилить НАТО. Может быть, он вообще начнет поставлять в Украину ядерные бомбы. Можно это представить Трампом? Легко можно представить. Проблема в том, что когда мы говорим про долгую войну, когда мы говорим про войну с серьезным противником, а Россия очень серьезный противник, вопрос в том, что необходима некая предсказуемость для партнеров. Предсказуемость не для Владимира Путина, хрен бы с ним, а для партнеров. Поскольку в этой войне со стороны Украины задействовано довольно большое количество различных стран и коалиций. И в этом контексте необходимо, чтобы и вооруженные силы Украины и президент Украины были уверены в поддержке и в понимании вообще того, что будет происходить. Понимаете, плавающая поддержка хуже ее отсутствия, потому что когда у вас плавающая поддержка, вы сначала на нее опираетесь, на нее надеетесь, потом оказывается, что ее нет. Вы должны резко все переверстывать и сворачивать те вещи, которые уже были, реализация которых была начата. Если же у вас вообще нет поддержки, вы изначально исходите из своих возможностей и применяете другие стратегии. В этом смысле Трамп, конечно, трикстер, причем непредсказуемый, но его публичная риторика сейчас, она зиждется вокруг того, что я за один день решу, значит, урегулирую войну в Украине. Это чушь. Ну, то есть, все обещания Трампа, все его слова и на предыдущем его празднецком сроке оказались просто фуфлом. Он менял мнение по несколько раз в неделю, при этом не добился ничего из того, что обещал. Ну, то есть, все его угрозы, все его, значит, заслуги будущие, которые он себе приписывал, значит, они все оказались фикцией. И в этом смысле, конечно, Трамп является худшим выбором для Америки из всего имеющегося разнообразия. При этом я не являюсь сторонником демократической или республиканской партии. Мне кажется, что и там, и там довольно много людей одиозных, и там, и там довольно много, на мой взгляд, есть противоречий. Я скорее, знаете, за крыло демократов и республиканцев, которые ближе к центру. Там есть довольно адекватные люди, более того, среди республиканцев, сейчас на праймерис тоже есть адекватные, мне кажется, по моей оценке, представители, которые адекватно воспринимают реальность. Опять же, я не говорю столько про американскую политику, сколько я говорю про международную политику, потому что я не живу внутри Америки. Я, правда, налоги туда плачу, что дает мне некое представление вообще о, скажем так, некоторых вещах внутри американской системы, но, тем не менее, да, за внутреннюю политику ничего не могу сказать, тем более, что Америка это как совокупность многих разных стран, потому что внутри там разные штаты с разными законами и прочее, и прочее. Тем не менее, Трамп это, безусловно, худший вариант вообще для всех. Но есть одна интересная деталь, связанная с американской помощью, которую мы перейдем с вами чуть позже. Там интересное развитие ситуации со стороны спикера Нижней палаты Майка Джонсона, который решил ответить на обвинения, которые звучат к его сторону, несколько необычным способом, и, возможно, ситуация, которая сложилась, даже выйдет не только на то состояние, которое было ранее, но, возможно, даже в некоторый плюс. Ну, посмотрим. Пока не будем загадывать, сейчас чуть попозже объясню, что я имею в виду. Единственное, что отмечу до этого момента, это история про, значит, телеканал NBC News, который рассказывает, что представители Белого дома на встрече с лидерами Конгресса заявили, что если Конгресс не выделит Украине дополнительную помощь, Россия может выиграть войну за считанные недели, в лучшем случае месяцы. Значит, как это все описывает NBC News? Там присутствовали советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор разведки Аврил Хейнс. По их словам, Украина исчерпает определенные возможности противовоздушной обороны и артиллерии в ближайшие недели. Также были названы диапазоны дат, в которые Киев лишится других видов оружия. По данным источника телеканала, чиновники Белого дома все больше с тревожной перспективой того, что Байден не сможет выполнить свое обещание быть рядом с Киевом столько, сколько потребуется. Подробностей больших в этой публикации нет. Она вообще довольно короткая, эта публикация NBC News, но она звучит довольно странно. Ну, то есть, ни при каких раскладах, вообще ни при каких раскладах, нет вероятности, что Украина пойдет в ближайшие несколько недель. Даже если американская помощь так и не придет, а эта вероятность все больше и больше усчитывается как вполне реальная. Из этого исходит и Запад, европейская его часть, из этого исходит Германия, Великобритания, которые как раз пытаются придумать, как снабжать Киев всем необходимым в условиях, когда Америка просто не сможет оказывать помощь. Очевидно, что если в ближайший месяц история с американской помощью не закончится выделением американской помощи, то все, до выборов ее уже не будет, а после выборов тоже хрен его знает, зависит от того, кто на этих самых выборах победит. Ни при каких обстоятельствах в этом условии, даже если вообще все страны, помогающие Украине, откажутся, не только Америка, а вообще все откажутся от помощи, все это не приведет к немедленной гибели Украины. Потому что, во-первых, в начале полномасштабного вторжения, когда у России было гораздо больше танков, гораздо больше ракет, гораздо больше самолетов, гораздо больше подготовленных солдат офицерского корпуса, когда армия России шла вперед, когда армия России была уже под Киевом, даже тогда Киев, которому тогда никто ничего не поставлял, тогда шли разговоры про то, можно ли вообще каски поставлять, да, и Германия такая, нет, 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 летальное оружие мы не будем поставлять, ни в коем случае, даже тогда Киев смог отстоять себя, смог отстоять свою столицу, Украина отстояла свою столицу, Зеленский никуда не уехал, российские войска были опрокинуты. И в этом смысле представить себе сценарий, при котором за ближайшие три недели Россия сможет нанести Киеву поражение, да даже несколько месяцев, невозможно. Большая часть аналитиков вообще во всем мире сводится к тому, что в 2024 году мы не увидим больших прорывов и успехов с выходом на оперативные просторы со стороны Киева или со стороны Москвы. Дело в том, что именно позиционная война сейчас, почему все это называют позиционной войной, ровно потому, что ни у одной из сторон нет достаточного количества сил для того, чтобы вести серьезное наступление, которое будет эффективным. И в этом контексте такие оценки, которые приводит NBC News, выглядят невероятными. Что, скорее всего, произошло? Скорее всего, некоторым образом, соответственно, Белый дом сгущал краски для того, чтобы мотивировать своих противников, значит, республиканцев к тому, чтобы согласовать военную помощь Украине. Я не очень такое поддерживаю. Почему? Потому что если вы хотите убедить людей, надо быть с ними честными. Гиперболизировать не надо ни в ту, ни в другую сторону. До сих пор Украина расхлебывает последствия того, что были сильно завышены ожидания по, значит, украинскому наступлению. Не надо гипертрофировать. Не надо обещать того, чего не будет. Не надо вводить заблуждение даже из благих помыслов. Это моя принципиальная позиция всю мою жизнь. Не надо нагнетать и не надо, значит, шапка закидательства. Нужно адекватно описывать реальность. То есть, условно говоря, будь я в Белом доме и пытаясь я убедить республиканцев, ну, тех из них, с кем можно разговаривать, да, я бы как раз описывал все то, что я описываю в сводках. Я бы объяснял, как это работает, показывал на графиках, на картах, рассказывал бы, как именно, какая конкретная вещь влияет на то, что происходит сейчас на линии фронта. Рассказывать, что без американской помощи Украина падет через несколько недель, это ложь. И, безусловно, те, кому они это рассказывают, эту ложь почувствовали или, там, почувствуют, да, это вряд ли замотивирует их серьезнее относиться к их словам. Но, опять же, свечку я там не держал. Это данные NBC News, которые очень скомканы, поэтому, возможно, там была какая-то другая специфика. Но, поскольку много было вчера публикаций за заголовках и на русском, и на украинском про то, что вот несколько недель осталось, это так считают в Белом доме, я посчитал необходимо это прокомментировать, что это полная чушь, которая не имеет отношения к реальности. Теперь к помощи от Соединенных Штатов. Как вы помните, как раз неделю назад я уже, моя вера в американскую систему, именно вера, она несколько пошатнулась. Я сказал, что я уже не уверен, что в итоге это закончится действительно позитивно, то есть действительно будут выделены средства для Украины. Нет у меня в этом уверенности, потому что Майк Джонсон занял, это спикер Нижней Палаты, занял довольно упертую позицию, Трамп его тоже призвал не идти ни на какие компромиссы, и в этом контексте мне сложно представить, что именно должно произойти. То есть тот ультиматум, который поставил Джонсон про то, что Трамп должен выполнить все требования не просто республиканцев, а даже трампистов по поводу миграционных реформ, начать строить стену, запретить ожидания в лагерях для беженцев на территории самых Соединенных Штатов. Демократы тоже признают, что есть проблема с миграционной, тоже признают, потому что это объективная проблема, там действительно много очень беженцев, которые прямо уже на территории Штатов, там есть перегрузка системы и прочее, и прочее, и прочее. Значит, они признают и говорят, окей, мы готовы на компромисс, и мы готовы, давайте перейдем с вами к какому-то соглашению, и, соответственно, Джонсон говорит, нет-нет-нет, никаких соглашений, давайте, значит, либо наш вариант, либо никакой, и это как раз политически объяснимо, потому что если ситуация с миграционным кризисом, она улучшится, то, соответственно, будет меньше мотивации голосовать за Трампа, например, на президентских выборах у тех, кто поддерживает республиканскую партию. А поскольку люди ведутся на популизм, и они как бы не до конца понимают, что сделано в их интересах, а что сделано наоборот для того, чтобы против их интересов, но чтобы тех или иных политиков выбрали, то вполне такая схема может быть рабочей. Однако, естественно, поскольку не все люди идиоты, хотя идиоты встречаются даже в моих комментариях, которые говорят, это Байден на самом деле виноват, это Байден не выделяет помощь Украине, а вот республиканцы, наоборот, хотят выделить помощь Украине, и ты говоришь, подождите, ну, как бы вы на факты посмотрите, да, республиканцы блокируют выделение помощи Украине, делают это уже два месяца, до этого еще до шатдауна делали, типа, что, как Байден в штаны насрал, каким образом, да, и в этом контексте, независимо от миграционной реформы, которая должна обсуждаться отдельно, значит, есть люди, которые действительно посторонники республиканцев, даже сторонники Трампа, которые говорят, слушайте, реально, ребят, ну, как бы, это же вы блокируете, делайте что-нибудь, и республиканцам приходится выкручиваться, вот, значит, Майк Джонсон дал интервью, в котором сказал интересную вещь, он сказал, что, а вы знаете, а вообще я так-то поддерживаю Украину, говорит он, я своими словами пересказываю, там близко к тексту, захотите, найдете, оно есть даже переведенное. Значит, но, говорит, мы вот, Зеленский приезжал, когда, говорит, разговаривал с нами, он говорил, что Украина получает не все, что она запрашивала у США, поэтому, говорит, Байден выделяет не все, мы, говорит, вообще за выделение все, и мы за то, чтобы Белый дом ответил нам на вопросы, почему он там не поставляет в Украину определенную номенклатуру вооружения, то есть, на волне, значит, недовольства республиканцами, что они блокируют помощь Украине, они пытаются вывернуть, опять же, как будто они-то и вообще за, и вообще, наоборот, они еще даже больше за, чем сам Байден. Это довольно забавно, учитывая, что часть трампистов вообще говорит, что не-не-не, вообще никакой поддержки не надо Украине оказывать, но появление этой риторики у Джонсона, это хорошо. Ну, то есть, если они публично признают, что все это надо, и при этом будут продолжать блокировать, и при этом не пойдут ни на какое соглашение, это как раз снизит их поддержку среди тех, кто тоже говорит, что надо помогать Украине. А если они эту риторику применяют, значит, они видят, что среди даже их зданий, в здании республиканцев, есть большое количество людей, которые считают, что надо поддерживать. Вообще, нынешние республиканцы в 2024 году, вообще в 20-х годах, это какой-то, ну, нонсенс абсолютный, потому что республиканцы раньше, это была все-таки такая партия, которая за национальные интересы, более того, на международной арене. То есть, в целом, вот этот вот тренд, который задал Трамп для республиканцев, меньше международной политики, больше внутренней, он нетипичен для республиканской партии, выглядит довольно странно. То есть, ястребов всегда было больше в республиканской партии, но интересно, как их так разрывает противоречия. Впрочем, опять же, я что-то увлекся, я в американской политике не особо сведущ, но слежу одним глазом, да, ровно для того, чтобы понимать вообще перспективы. Короче говоря, значит, история заключается в том, что у меня пошатнулась уверенность в том, что американская система преодолеет вот эту волну популизма, запущенную в свое время Трампом и сейчас вот перерождающую в его последователях и, к сожалению, в целом в республиканской партии, которая состоит не только из трампистов, но в том числе и из довольно адекватных людей, но которые вот иногда идут на поводу, в том числе и у самых популистских и маргинальных слоев. И в этом контексте, конечно, интересно звучат заявления от самого Байдена, который наоборот, в отличие от там, словно Джонсон или Трампа, говорит, что соглашение будет и что оно вполне достижимо и, возможно, будет достигнуто в обозримом будущем. Собственно, президент США Джо Байден считает, что на следующей неделе демократы и республиканцы, по крайней мере, в Сенате достигнут соглашения по укреплению южной границы США. От этого зависит дальнейшая поддержка Украины. Думаю, на следующей неделе мы сумеем что-то выработать, по крайней мере, в Сенате. Я надеюсь, что Сенат сможет принять двухпартийный пакет, заявил Байден на конференции мэров города в США в Белом доме. Стат Парейтер. Президент США отметил, что теперь есть вопрос к спикеру и республиканцам в Палате представителей. Готовы ли они действовать? Байден также признал необходимость изменений в миграционной политике и заверил, что готов к масштабным изменениям. Ну, то есть, опять же, речь про Сенат, а Джонсон в Палате представителей. Но если, соответственно, Сенат и республиканцами, и демократами примет это, то вот все уткнется исключительно в Нижнюю Палату, и на них будет ответственность в том числе перед собственными избирателями за достигнутое соглашение, за то, будет ли оно имплеменцировано или нет, или продолжится в том числе миграционный кризис с шантажем, по которому они пытаются, значит, как-то выиграть себе политические очки. Короче говоря, пока уверенность у меня в том, что это все будет принято, не прибавилось. Но, наверное, если до февраля, до конца февраля это все канитель не закончится, то, к сожалению, судя по всему, рассчитывать на американскую поддержку в этом году Украина не сможет. Тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, этого не случится. Но, в общем, опять же, много времени этому уделил, потому что, на мой взгляд, это одна из важнейших тем. Ну, потому что, действительно, поддержка Америки, Украины, это важнейший элемент безопасности Украины и возможности Украины для того, чтобы наносить России поражение. Еще один важный элемент – это как раз отсутствие поставок в Россию необходимых компонентов. Часто мы с вами тоже касаемся этой темы, но она важная, и на нее мы можем влиять. То есть, если вы живете в Америке или на Западе, в европейских странах, например, то вы можете направлять сообщения и собственным компаниям, собственным избранным депутатам, что вот есть такая компания, есть такая компания, они занимаются поставками в Россию. Я знаю несколько кейсов, когда действительно вот такие обращения и в правоохранительные органы, они помогали. И мы видим, что страны, что западные страны начинают все больше и больше обращать внимание на такого рода схемы и пытаться их пресекать. Например, в США арестовали 66-летнего Илью Кана, и его обвиняют в экспорте участвительных американских технологий в Россию. Как сообщили на сайте Минюстер США, Кан – гражданин США, Израиля и России. Согласно судебным документам, Кан владеет двумя американскими компаниями, которые занимаются разработкой программного обеспечения и тестированием кремниевых пластин, используемых для военной авиации и космических технологий. По версии американского следствия, через эти компании Кан участвовал в многолетних схемах по приобретению и продаже технологий США для российского научно-производственного центра электронной вычислительной информационной системы АОНПЦ «Элвис». Российское предприятие занимается разработкой микросхем для систем связи и телекоммуникационного оборудования. С сентября 2022 года центр находится под американскими санкциями из-за критической роли в содействии российским военным во вторжении в Украину. Кан незаконно отправлял специализированные технологии Соединенных Штатов российскому производителю полупроводников, связанному со множеством других российских организаций, попавших под санкции. Об этом говорится в сообщении Минюста США. По данным американского ведомства, экспорт технологий происходил до и после начала полномасштабной войны в Украине. Минюст уточняет, что в частности в 2019 году Кан экспортировал несколько микросхем американского производства в НПЦ «Элвис», а в 2022 году передал предприятию контролеры и радиопередачи через транспортную компанию, зарегистрированную в Гонконге. Для каждого из этих товаров требуется экспортная лицензия Министерства торговли, которую Кан не получил, добавили в ведомстве. Короче говоря, процесс идет медленно, но верно. Будем надеяться, он будет ускоряться и будем надеяться, это будет важным таким предзнаменованием для остальных компаний и людей, которые перестанут этим заниматься. Ну а теперь давайте перейдем к российским военным, где тоже происходят довольно типичные для российской армии вещи. Во-первых, хочется сказать, что вас ждет, если вы как российский контрактник, откажетесь воевать. Насколько суровым будет наказание и через что вам придется пройти? Ответ на это дал суд на Камчатке. Он отправил в колонию поселения семерых контрактников, которые отказались воевать в Украине. 35-й гарнизонный военный суд в Петропавловск-Камчатском назначил до двух с половиной лет колонии поселения семерым контрактникам, которые отказались участвовать в полномасштабном российском вторжении в Украину. Информация об этом на сайте суда обратила внимание «Медиазона». Приговоры военнослужащих вынеслись с 19 декабря по 12 января. Их признали виновными по делу неисполнения приказа в период военного конфликта. Все семеро военных отказались участвовать в боевых действиях в Украине летом и осенью 2023 года. То есть это не то, что контрактники, насколько я понимаю по датам, это не то, что контрактники, которые внезапно началась война и они сразу там отказались. Нет, они как-то попали в российскую армию, может даже подписали контракт уже во время войны и отказались исполнять приказы. Что их ждало? Максимум 2,5 года колонии и поселения. Да, колонии и поселения, в этом нет ничего хорошего. Вообще ограничение свободы – это довольно тяжелая история. Но колония и поселения – одно из самых мягких наказаний. И как будто бы 2,5 года колонии и поселения, даже если сравнивать… Ну, у меня опять же все идет через мораль и через совесть. Для меня эти вещи важнее, чем шкурный интерес. То есть для меня даже если бы там был 25 или 250 лет колонии и поселения, или строгача, или еще чего-нибудь, для меня ответ все равно всегда очевиден. Но я понимаю, что люди разные существуют. И, собственно, даже в сравнении с рисками, которые вы берете, идя на войну, с рисками, когда вот вы первый раз поняли, что вас посылают на штурм без экипировки, что, скорее всего, вы умрете или останетесь без рук, без ног, как будто бы в сравнении с этим 2,5 года колонии и поселения выглядит не так страшно. Поэтому вот, знаете, передайте военным, если у вас близкие воюют на этой войне или там друзья, знакомые, передайте им, в том числе на этом примере, что их может ждать. Однако здесь важно правильно, собственно, действовать, потому что, например, САЧИ – это самовольное оставление части или уж дезертирство – это гораздо более тяжелые статьи. Это относительно мягкое. Это часть 2.1 статьи 332 Уголовного кодекса Российской Федерации, поэтому изучите внимательно, передайте знакомым и друзьям, чтобы они, даже находясь на службе в Российской армии, смогли принять верное решение с точки зрения собственной безопасности и с точки зрения человеческой отношения ко всему происходящему. Также опасность для них, в том числе, для людей, которые в Российской армии, представляют и сослуживцы. Например, в Муроме, завербованные на войну зэки, скинули двоих сослуживцев из окна. Один погиб, еще один в больнице. Находившиеся на обучении в Муроме для отправки в Украину бывшие заключенные убили своего сослуживца, контрактника Михаила Манатова. Об этом авторе рассказала его супруга Алена. По ее словам, 13 января двое неоднократно судимых мужчин, будучи в алкогольном и наркотическом опьянении, находясь на съемной квартире, скинули ее мужа и его товарища с седьмого этажа. Супруг Алены погиб, второй пострадавший находится в больнице. По словам Алены, заключенных задержали, у пары осталось двое детей. Ну, то есть было обучение в Муроме, то есть, видимо, они на выходные или в какой-то момент могли ходить в город или жили в самом городе на съемной квартире, и вот так они, значит, его убили. Ну, то есть, в целом, и контингент, и проблема алкоголя и наркотиков в российской армии, о которой мы еще с вами на днях поговорим подробно, потому что там потрясающая абсолютно история, как российские солдаты задержали наркоторговцев, которые продавали другим российских солдатам наркотики, а это оказалось наркоторговцам, которые связаны с ГИБДД и местным руководством. В итоге задержали самих солдат, которые это все делали, ну, оставим это на попозже, на вкусное, на сладкое на грядущую неделю. В любом случае, вот эта опасность погибнуть от рук своих же тоже, естественно, остается. Это понимают и некоторые жены, например, мобилизованных, которые пытаются своих мужей все еще спасти. Жены мобилизованных, те самые, с движения «Путь домой» пришли в общественную приемную Путина после того, как провели свою очередную еженедельную акцию. Там они пытались узнать, значит, вообще, когда их мужей вернут домой. Участницы задавали вопросы сотрудникам штаба о том, когда Путин подпишет указ о демобилизации. Ответов не получили. Также всю дорогу до штаба женщины спровождали мужчины в гражданском закрытом лице. Это эшники. Эшники ходят за этими женщинами уже какое-то время, были и на акции. Значит, участковые приходят к ним в квартиру. То есть, власть видит, что она их видит. Власть угрожает им. Ну, то есть, типа, ходит рядом с ними буквально, пытаясь запугать. Но не предпринимает пока никаких действий. По крайней мере, агрессивных действий. Потому что вот все те риски, о которых я неоднократно рассказывал, они для власти остаются. Потому что жены мобилизованных, это все-таки жены мобилизованных. И мобилизованные не поймут. И общество не до конца поймет, типа, а за что именно их прессуют. Интересно, что в штабе пытались объяснить женщинам, что если в результате действий жен мобилизованных их мужчин вернут домой, то это уронит их мужское достоинство. На что женщины жены мобилизованных скажут, ничего-ничего, нормально, возвращай, ничего не уронят сюда. Но вообще, на вопрос, что им делать, да, жены мобилизованных спросили вот этих штабистов Путина, что им делать, как им быть. Вот их мужья могут не вернуться. Им сказали молиться. Гениальный абсолютно диалог тарантиновского уровня. Давайте его посмотрим. Чтобы они пришли к нам, мы просто к очередям, а мне всего, к очередям, что ли, отдадут. А я что обратно получу? Что я обратно получу? Без ногого, без рукого, больного, больного. А вы не знаете, вы не знаете, что там происходит? Вы не знаете, что там происходит? Вы не заговариваете за своего сейчас супруга. Зачем? Да вы что, да? В любой момент с ним может быть все, что угодно, каждый день может быть последний. Это сейчас. Надо молиться. Да? Вот вы и молитесь, Богу. Вот вы и молитесь. В общем, история с женами мобилизованных продолжается. Они продолжают выходить на свои акции. Их количество, насколько я понимаю, продолжает шириться. Власть все еще боится их трогать. Но в итоге и тем и другим придется принимать какие-то решения. То есть и женам мобилизованным придется принимать решения, насколько далеко они готовы зайти. И власти придется принимать решения, готовы ли они пускать это все, что называется, на самотек и никаким образом не препятствовать уже в активной стадии. И, собственно, мы с вами будем за этим обязательно следить, независимо от того, как вы относитесь к этим женам мобилизованных. Я там считаю, что их мужья пошли убивать, и как бы жены знали, куда они идут. И, очевидно, они не сделали все возможное, и в этом смысле они определенным образом расплачиваются. Не в смысле, что я злорадствую. У меня вообще мало поводов для злорадства в этой жизни. Это не то, как я отношусь к этому миру. Не та призма, через которую я на этот мир смотрю. Просто странно удивляться, что государство тебя кинуло, когда оно 20 лет всех кидало до этого. Но в любом случае, их цели демобилизация, причем не ротация мобилизованных, ну, в смысле, не смена одних мобилизованных на других, а именно демобилизация. Это цель, которая совпадает и с моей, и с вашей, если вы за то, чтобы война была остановлена, за то, чтобы Украина победила, за то, чтобы Россия перестала убивать украинских граждан. По крайней мере, это вот, типа, я не уверен, что жены мобилизованных эти цели разделяют, но то, что они делают, то, что делаем мы, это как бы движется к исполнению их целей, к исполнению моих целей. И в этом смысле они не то, чтобы союзники, но скорее на данном этапе не враги. Как не враг и Борис Надеждин, за которого я призываю подписаться, о чем я подробно рассказал в вчерашнем видео. Наверное, мой рассказ, он сильно отличается от того, как многие другие публичные спикеры говорят про Надеждина, потому что некоторые пытаются из него вылепить какую-то фигуру борца и всего такого. Я таким его не считаю, отношусь негативно и к компании его, ну, в смысле к сотрудникам его отношусь негативно, но считаю, что за него надо подписываться, ему надо кидать деньги и надо идти волонтерами в его компанию, потому что, ну, во-первых, если вы адекватный хороший человек, вы будете там на вес золота, потому что там явно с этим большие проблемы, но в любом случае это действительно возможность надавить на Кремль, сыграв на ошибки Кремля. Ну, в общем, подробно рассказываю в вчерашнем видео, не забудьте его посмотреть. Ну, а для тех, кто делает видео, тоже есть сюрпризы новости, которые говорят уже некоторое количество времени. Последний на сегодня на десерт — это конфискацию инагентов и осужденных за фейки об армии, их средств, их имущество и всего прочего. Законопроект пока предусматривает конфискацию имущества осужденных за фейки об армии и по ряду других уголовных статей внесут на рассмотрение в Госдуму 22 января. То есть уже завтра об этом заявил спикер Вячеслав Володин. В посте с анонсом законопроекта Володин назвал негодяями деятелей культуры, которые, по его словам, поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдаты и офицеров, участвующих в СВО. Так он это охарактеризовал. Ну, то есть говорят правду. И в этом смысле, конечно, вот тем людям, вы знаете, вы можете найти большое количество людей, ну, некоторое количество людей, которые уехали из России, которые поддерживают, собственно, остановку войны, которые выступают против Путина, но при этом продолжают, например, ставить плашки на генда. А почему они это делают? Потому что они боятся уголовного преследования и они боятся, мое предположение, по большей части из них, они боятся как раз вот того, что их имущество, их какие-то активы будут заблокированы, квартиры, дома, машины. Потому что все это люди не бедные, все это люди, собственно, которые прошли большой путь, заработали какое-то количество денег, и люди медийные. И, конечно, власть максимально демонстрирует, что она готова по ним бить. То есть задача власти их заткнуть максимально. Я думаю, эффект будет обратный. Я думаю, эффект как раз будет заключаться в том, что эти люди, которые ставят плашки до сих пор, они поймут, что нет такого варианта, что можно просто посидеть, переждать, там где-то, не знаю, чуть-чуть умолчать, где-то что-то про что-то не говорить, не получится. Что как бы, да, будут конфисковывать имущество, и поэтому выбор придется сделать сейчас. Либо совсем переставать, да, как бы, ну, заниматься той деятельностью, которой они занимаются, просвещать, или, там, говорить, как все есть, да, там, брать интервью или еще что-нибудь. Либо, как бы, уже перестать играть по тем правилам, которые российское государство, собственно, задает. Ставить плашки, сдерживать себя и прочее, и прочее. Я в этом смысле, опять же, без претензий к коллегам. Есть люди, которые ставят плашки и абсолютно делают потрясающие вещи. Есть люди, которые не ставят плашки и при этом несут полную пургу, и это для меня не является каким-либо критерием, просто мы видим, как вот возможное сужается, да, то есть пространство возможного сужается, и делается это осознанно со стороны российской власти для того, чтобы надавить посильнее. Ну, а ваш покорный слуга, это, конечно, вертел, так сказать, придавал вращение, ось у которого был мы детородный орган по той простой причине, что у меня ничего нет, у меня ничего нельзя взять, как бы, поэтому, как бы, господин Володин, иди в жопу, как и российское фашистское государство, которое пытается уничтожить Украину, поэтому в моей жизни, будто они что-то конфисковывать не будут, ничего не поменяется. Ну и до скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok